Пожарная охрана В 18 минут утра к месту возгорания незамедлительно выдвинулись огнеборцы. К их прибытию внутри цеха наблюдалось сильное задымление. Пламя стремительно распространялось по крышам. Открытое горение было локализовано, а затем ликвидировано полностью. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время специалисты выясняют причину пожара. 19 апреля. Еще один пожар произошел в городе Уловске. Объектом возгорания стал цех по производству керамоблоков. Расположенный на улице вокзальный проезд. На момент происшествия предприятие не работало. На территории находился только охранник. Около 17 часов 25 минут вечера мужчина заметил клубы дыма и закиплами, исходящие из цеха. И сообщил о происшествии в противопожарную службу. Прибывшие к месту случившегося огнеборца локализовали и ликвидировали открытое горение на площади около 300 квадратных метров. В результате происшествия огнем повреждена крыша цеха, закопчена внутренняя отделка цеха, уничтожен автопогрузчик, находившийся внутри. По предварительной версии специалиста, причиной пожара стала неисправность автопогрузчика, вследствие чего произошло короткое замыкание. 19 человек пострадали на минувшей неделе на дорогах республики. В большей части это съезды в кювет и опрокидывание транспортных средств. Виной тому невнимательность водителей и нарушение скоростного режима, особенно на загородных трассах. Так, 18 апреля около одного часа ночи на 41-м километре автодороги Ургак-Шуронга-Марки, Маркинского района, 19-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2114, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали водитель и 20-летний пассажир автомашины ВАЗ-2114. Традиционно весной в регионе отмечается рост числа ДТП с участием диких животных. В местах, где это происходит наиболее часто, установлены дорожные знаки – дикие животные. Здесь важно снизить скорость и быть готовым к полной остановке. Так, 20 апреля около 20 часов на 35-м километре автодороги Ушкар-Лау-Ржунг Советского района, 23-летний водитель, управляя автомашиной МАЗ-2, совершил наезд на животное – лося, который внезапно выбежал на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. В результате ДТП пострадал водитель автомашины МАЗ-2. Заметив на дороге зверя, не стоит пытаться испугать его звуком клаксона и фарами. Реакция животного может быть непредсказуемой. Необходимо максимально снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства. Более 470 тысяч рублей лишилась Ешкар-Алинка, поверив лжесотруднику банка. Незнакомец по телефону убедил женщину, что ее накопление под угрозой, и их нужно срочно спасать. Для этого мошенник предложил перевести деньги на другой, якобы безопасный счет. В полицию обратилась 29-летняя Ешкар-Алинка с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что ей поступил телефонный звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что в настоящее время на ее имя неизвестный оформляет кредит, а для защиты своего счета и сбережений необходимо снять деньги со всех счетов и перевести их на резервный счет, созданный специально для нее. Введенная в заблуждение женщина, испугавшись за свои накопления, направилась к ближайшему банкомату, где обналичила денежные средства с трех счетов. Затем перевела всю сумму на указанный мошенникам счет. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Между тем, Следственный комитет Республики продолжает поддерживать связь с жителями Мариэл. В период самоизоляции обратиться с тем или иным вопросом к специалистам ведомства можно онлайн. Ближайший дистанционный прием назначен на четверг, 23 апреля. Проведет его руководитель регионального управления Александр Мигушов. Время приема с 14 до 16 часов. Обращение можно составить заранее, либо уже непосредственно во время проведения приема на официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова